Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Тагас ждет инвесторов. Программу восстановления завода банкрота утвердят в начале 2014-го. Бюджетная дисциплина, как правильно планировать расходы и доходы казны, обсудили на заседании правительства области. Самый русский деликатес снова на Дону. Инновационное предприятие выпустило первую партию черной икры. Судьба мощностей Тагаса решится в следующем году. В первом квартале 2014-го состоится производственное совещание, на котором будут определены конкретные шаги по задействованию производственных площадок автомобильного завода. Как сообщает Пресс-служба правительства области, в нем примут участие представители всех банков-кредиторов Тагаса. Среди них Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк, которым предприятие в общей сложности задолжало более 25 миллиардов рублей. Напомним, серийный выпуск автомобилей завод прекратил в начале 2013-го года. А летом был остановлен выпуск комплектующих и небольших партий автомобилей под заказ. Около 500 человек были сокращены и трудоустроены на другие предприятия города. Сейчас власти области рассматривают различные предложения инвесторов по задействованию освободившихся производственных площадей Тагаса. Особое значение придается созданию рабочих мест для жителей региона. Другим темам в донских муниципалитетах сильно хромает бюджетная дисциплина. Итоговые годовые проверки выявили несбалансированность целого ряда районных бюджетов. О том, как рационально планировать расходы и доходы казны, говорили на расширенном заседании правительства области. Подробности далее в программе. В нынешних экономических условиях нужны реальные планы по доходам. Однако не все главы районов и городов рационально рассчитывают доходную и расходную части местных бюджетов. По предварительным итогам 2013 года значительное завышение плановых назначений, цифру я это назову, это более миллиарда рублей. В связи с необоснованным увеличением плановых доходов принимаются дополнительные расходные обязательства. Фактически это приводит к разбалансированности местных бюджетов и в результате запланированное средство областного бюджета на предоставление финансовой поддержки в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов неоправданно растут. И в конце года приходится экстренно затыкать эти бюджетные дыры. Я же не возражаю поддерживать районы, вы видите ситуацию, 400 с лишним миллионов планировали, а миллиард отдаем с лишним больше. Таким образом мы отслеживаем ситуацию, помогать, но видите бюджет областной он тоже не резиновен, его не растянешь дальше определенного уровня. И если вы сегодня как территорию не будете свою часть отрабатывать, то в конце концов и в области не хватит денег. В декабре почти на месяц позже положенного срока в Минфин обратились главы 18 муниципальных образований с общей суммой более 300 миллионов рублей. По состоянию на 24 декабря, что вызывает особое беспокойство, принято только 279 или 60,3 процента решения местных бюджетов на 2014-2016 годы. В том числе все 12 городских округов приняли, 27 муниципальных районов, а это 62,8 процента, 240 поселений, 58,8 процента. То есть не принято всего решение о бюджете 184, а это 39,7 процента. Восполнить доходную часть бюджетов возможно за счет снижения задолженности по налогам. Отчитаться о работе по взысканию недоимки в бюджет губернатор вызвал руководителей муниципалитетов, где образовались крупные неплатежи. Мы по состоянию на 1-12 недоимка бюджета составила 15 миллионов рублей. Приверс составил 8 миллионов рублей. Рост недоимки связан с неплатой имущественных налогов физических лиц по сроку платы 1 ноября. Неплаты налога для имущественной организации основана у рассвет. Аналогичная ситуация и в других районах области. К примеру, в Гуково задолженность по налогам 26 миллионов рублей. Большая часть неплательщиков в предприятии. По проведенному анализу, в связи с тем, что почта не очень хорошо работает, практически 30% извещений на уплату налогов люди не получили. Мы сейчас пытаемся сделать совместно с нашими предприятиями города, чтобы главные бухгалтеры, имея ННН работников, входили в личный кабинет своих работников, распечатывали им квитанции для оплаты налогов. В Ростове недобор по налогам составил четверть миллиарда рублей. Впрочем, к главе Донской столицы еще ряд вопросов. В 2014 году Городская дума установила для учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, ставки земельного налога с ростом почти в два раза. Повторяю, для учреждений социальной сферы. А для розничных рынков, выставочных комплексов, аналогичных налогов в 1,18 соток. То есть для школ и больниц в два раза на землю, а для рынков в 1,18 соток. Это не очень понятная ситуация. Однако лидер по неплатежам – Таганрог, где недоимка превышает 400 миллионов рублей. Губернатор поручил главам навести порядок в вопросах финансовой дисциплины. Я обращаю ваше внимание на необходимость каждодневной работы по контролю за доходами и разбирательству по каждой недоимке, которая возникает по предприятиям города. Это единственный путь, который в этой непростой ситуации позволит вам планировать нормально свои расходы. Если вы этого делать не будете, вы будете от потолка брать доходы и с соответствующими аппетитами прогнозировать расходы. Восстание будет этот разрыв. Уже с января 2014 года в области вступит в действие особый механизм взаимодействия муниципалитетов с Минфином, направленный на усиление контроля. Мария Индрикова, Станислав Оменко, Главное – бизнес. Икра черная, икра приазовская. Инновационное предприятие на базе Южного научного центра РАН получило разрешение на производство икры осетровых пород. Первая партия уже готова к продаже. Пока удалось получить первые 10 килограмм, но в планах наращивание производства. Подробности в материале Анны Варченко. В природе осетровым необходимо минимум 10 лет для созревания. Здесь, на базе Южного научного центра в Кагальнике, ученые создают условия, при которых краснокнижные породы рыб начинают нереститься в 3-4 раза быстрее. Ускорять жизненные циклы позволяют и особая температура воды, и необходимый водно-солевой баланс, и витаминные прикормки. Мы разработали технологию ускоренного формирования и ремонта маточного стада. Мы можем получать зрелую самушку за 2,5-3 года. Вот гибридная форма сепрога. Это гибрид белуги со стерлядью, но где у нас стерлядь мама, а белуга папа. Процесс получения икры нельзя назвать безболезненным, но этот способ позволяет получить продукт от живой самки. Рыба остается жива и после полугодового восстановления вновь готова нереститься. Уникальную технологию пару лет назад взяло на вооружение предприятие на базе научного центра. На днях оно получило разрешение на продажу деликатеса. Первая партия черной икры, выращенной на Дону, где осетровые давно превратились в мифологические существа, уже готова отправиться на полки магазинов. Технология получилась медленческая. Получаем икру в пределах 60 килограмм вверх. Это только начало, у нас очень много опыта было разработано. Но сейчас на рынок будем выходить уже непосредственно с икрой осетровой. По стерлязору. В нашей стране промысел осетровых запрещен, а производить икру можно только искусственным путем. Поэтому рассчитывают производители, спрос на нее будет расти. Технологии уже заинтересовались несколько фермерских хозяйств, как российских, так и зарубежных. В настоящее время Казахстан, с которыми мы, они планируют там строительство большого завода, и именно под наши технологии. Потом, в настоящее время, вот у нас Вьетнам очень заинтересованы, и проходит стажировку вьетнамский специалист. Кроме производства икры, ученые собираются восполнить осетровые запасы Азовского моря. Анна Ларченко, Станислав Фоменко, Главное – бизнес. И на этом наш выпуск завершен. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова